Дорогие, поздравляю вас с праздником После того, как Господь наш Иисус Христос воскресил Лазаря четверодневного в Вифане, через несколько дней или через какое-то время, Господь наш пошел в Иерусалим и от селения Вифагия, которое расположено недалеко от Иерусалима, к юго-западу от Иерусалима, Он сказал своим ученикам, чтобы они привели к нему осленка вместе с его матерью, и вот Господь наш, который всегда ходил пешком, в этот раз сел на этого ослятия, на которого никто до этого не садился, и вот направился в Иерусалим. И жители Иерусалима, как свидетельствует евангелист, встречали его, зная о том, что он совершил это великое чудо, воскресение четверодневного мертвеца, Приветствовали его, поселали по дороге одежды, резали ветви, пальм, деревьев, смок, приветствовали его восклицаниями, «Асанна, благословен гриды во имя Господне, сын Давидов!» Когда он вошел в Иерусалим, то первосвященники стали возмущаться и говорить, что же ты, не видишь, что делается? А Господь ответил, что если они будут молчать, то камни возобьют. Мы знаем, что к этому времени уже первосвященник, фарисеи приняли решение о том, что они убьют Иисуса из Назарета, задумывали также убийство и Лазаря четверодневного, потому что многие ради него уверовали во Христа. И вот это шествие, оно в значительной степени напоминало и звализировало торжественное шествие победителя, потому что, как мы знаем, и мы об этом уже с вами говорили в предыдущие годы, в этот день, Господь уподобился военачальникам, которые, совершив победу, входили в свой город, и которых приветствовал народ, срезая пальмы и ветки. Это был обычай такой восточный, вообще античный обычай. Но обычно всегда военачальники въезжали на коне, потому что конь – это символ воинской славы, символ битвы. А здесь Христос въезжает на осленки. И на востоке осленок символизировал мир. Если конь, лошадь – это война, битва, то осленок – это мир. И вот он езжает с миром во святой град Иерусалим. И окружающие его, восклицающие ему эти слова приветствия, они надеялись, что он придет в Иерусалим, поднимет восстание и изгонит римлян, и утвердит царство иудейское, царство израильское, и будет на земле благоденствие для них, для их детей. Но мы с вами знаем, что Христос вошел в Иерусалим для того, чтобы победить римлян, которые в тот момент владели Палестиной, святой землей, под владычеством которой находилось иудейское царство, и израильское царство, что он пришел, дабы утвердить царство, которое не от мира сего. И он пришел для того, чтобы победить смерть. И воскрешение Лазаря было свидетельством того, что он имеет эту власть и эту силу побеждать смерть. Но для того, чтобы победить врага рода человеческого, ему еще предстояло взойти на крест и спуститься до ада. И только после этого воскреснуть и даровать возможность роду человеческому в ухода в Царствие Небесное. Во время этого шествия восклицали все, и об этом свидетельствуют евангелисты. Но они особо внимания обращают на то, что его особо приветствовали дети. И об этом и было пророчество пророков, что из уст тех младенцев и тех, кто питается молоком, будет возвещена ему хвала. И, наверное, нам надо на это обратить внимание, подобно тому, как обратили на это внимание евангелисты, указав на это особо в своем повествовании об этом событии. Почему это необходимо для нас? Потому что дети, они воскресали это без всякого лукавствия, без всякой задумки о том, что завтра будут изданные римляне, и будет что-то здесь, на этой земле. А мы понимаем, что это очень ограниченное пространство, даже в земных масштабах иудея. Это очень ограниченное, маленькое совсем царство. А дети восклицали чистым сердцем. И вот этой чистоты нам очень часто не хватает. Мы очень часто, подобно тому, как древние иудеи, которые тогда приветствовали Христа. Приветствуем Христа, а сами думаем о земном. И сами просим Его об устроении нашей земной жизни. Господь не отвергает этого. И Он не отвергает просьбу об устроении этого земного жития. И мы знаем, что Он совершал чудо, чудеса. Ради немощи человеческих, да в конце концов, те же умножения хлебов. Но все-таки главное не это. Главное, что дает нам Христос. И ради чего тогда Он вошел в Иерусалим? Это дарование нам Царствия Небесного. А туда войти можно только с чистым сердцем, как у детей. И вот этой чистоты сердца, этого чистоты сердца, я и желаю вам обрести в этот святой и благословенный день. Аминь. Храни вас Господь Бог. Благодарю Тебя, Господи, Божий мой, яку не отринул меня, если грешно, но общниками обытия святынь Твоих сподобил я си в отгнании всякого сопротивного просвещения очу и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдну, в любовь нелицемерного исполнения премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, приложения божественные Твои, я благодати Твоего царствия присвоения да во святыне Твоей теме сохраняем. Твою благодать поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе нашему владыцу и благодетелю и так у сего жития и шеда надежды живота вечного. Твою благодать поминаю всегда и так у сего жития и шеда надежды живота вечного. Читаю.